Здравствуйте! Это программа «В центре внимания» и сегодня мы поговорим о работе Росреестра в Приморском крае. У нас в гостях исполняющий обязанности заместителя управления Росреестра по Приморскому краю Максим Полев и заместитель начальника отдела правового обеспечения управления Росреестра по Приморскому краю Татьяна Маслякова. Татьяна Сергеевна, Максим Сергеевич, добрый вечер. Здравствуйте! Максим Сергеевич, для чего вообще нужно устанавливать границы земельных участков? Многие приморцы владеют такими участками и они задаются вопросом, почему нужны именно точные границы буквально до сантиметра? Согласно действующему законодательству, процедура установления границ не является обязательной. Но исходя из практики управления, в которой мы работаем по осуществлению функций государства земельного надзора, большинство конфликтов и споров между владельцами смежных земельных участков возникает именно из-за отсутствия точно определенных границ. Определив границы, вы защищаете себя как собственник земельного участка, свое имущество и минимизируете в дальнейшем возникновение споров. Позвольте я еще дополню, вот к вопросу, для чем устанавливать границы земельных участков. Хотелось бы отметить, что отсутствие границ земельных участков, оно способствует росту судебных споров между собственниками. Когда границы не установлены, очень большой, скажем так, пласт судебных дел касается именно границ земельных участков. Потому что если границы одного земельного участка не установлены, а сосед установил в свое время, граждане устанавливают, которые позже, у них очень часто случаются наложения. Такие споры в соответствии с 64-й статьей земельного кодекса разрешаются только в судебном порядке. Так вот, чтобы исключить и минимизировать судебные у нас все-таки разбирательства, хотелось бы гражданам рекомендовать, скажем так, вовремя устанавливать границы. Оно позволит избежать большого количества судебных вот этих споров, ненужных в большой степени между соседями. Как раз таки путем установления границ земельных участков. Поэтому полагаем, что это такая процедура необходимая. Когда такие споры возникают, ну допустим, между соседями по даче, они обращаются к вам? Или к вам уже обращаются, не знаю, правоохранительные органы, которые эту ситуацию расследуют? В том числе обращаются и к нам. Да, поступают обращения, как правило, это, скорее всего, идет у нас обращение о самовольном захвате земельного участка. И в случае, если границы земельного участка не установлены, то доказать именно самозахват его намного сложнее. И еще добавлю, что также необходимо проверять границы земельного участка при приобретении. То есть, так как, если предыдущим собственникам при установке ограждения каких-то сооружений были нарушены границы земельного участка, занята территория государства, собственно, которая не разграничена, либо территория соседнего земельного участка, то бремя по устанению этих нарушений ляжет на нашу владельца, что может привести к серьезным расходам на устанение и также к административной ответственности. Поэтому совет проверить все заранее. Конечно, да. После того, как вы получили выписку из Единого государства регистра недвижимости, смотрим, если границы земельного участка не установлены, то в выписке будет указано, что границы земельного участка не установлены в соответствии с действительным законодательством. Также можно зайти на публичную кадастровую карту, по кадастровому номеру найти свой земельный участок. Если в описании земельного участка будет фраза «без координат границ», значит, даже границы не установлены. Это значит, что вам необходимо принять меры к установлению границ. Как физически выглядит установление границы земельного участка? Это человек с какой-то приборами, с линейкой ходит, меряет? Совершенно верно. У нас есть такая профессия, как кадастровый инженер, который проявляет межевание земельного участка. Именно межевание – это и есть установление границ земельного участка. Он при выезде на местность определяет, делая замеры, определяет поворотные точки границ земельного участка, проводит согласование границ, уточняемых с собственниками смежных, с пользователями смежных земельных участков. После этого подготавливает межевой план. Ну, кадастровый инженер, он это сделает все на бумаге, нарисует этот план. А как тем же самым соседям по даче знать, где проходит эта граница? Им кадастровый инженер скажет, что вот от того куста до вот этого колышка, да? Да, совершенно верно. То есть показывают, как правило, земельные участки используются, то есть есть у него фактические границы уже. И по этим границам кадастровый инженер и устанавливает. Хорошо, Максим Сергеевич, а как тогда гражданин может узнать, внесены ли вот эти вот самые границы земельного участка в ЕГРН? Самый простой способ – это заказать выписку из единого государственного средства недвижимости. Это за деньги? Если вы являетесь собственником земельного участка, вы можете зайти на сайт госуслуги, в раздел «Стройка недвижимость», выбрать из предлагаемых вам услуг выписку из ЕГРН, туда заполнить небольшую форму, то есть выбрать земельный участок, на который вам нужна выписка, ну и в течение буквально нескольких минут выписка приходит вам в личный кабинет. Так все-таки деньги нужно заплатить? Она бесплатная. Она бесплатная. Для собственника земельного участка она бесплатная. Но для сторонних лиц, которые закажут такую информацию, им придется заплатить деньги? Да, естественно. Как нужно уточнять границы? Обратиться к кадастровому инженеру. Кадастровый инженер выезжает на местность, то есть делает межевание, после изготовления межевого плана направляет материалы управления, что есть, через МФЦ. А, собственно, самого инженера-то как искать? Вы говорите, что нужно прийти и все спросить у инженера. Можно воспользоваться поиском в интернете, через любой браузер. Можно также через госуслуги. Опять же, тот же самый сервис «Стройка недвижимость». Выбрать функцию «Поиск кадастрового инженера». Опять же, заполнить форму, указать, какие именно работы необходимо провести кадастровому инженеру. указать земельный участок, на котором уже после формирования заявки пускает заявление в работу и начинает поступать предложение от кадастровых инженеров. В течение пяти дней готовится список и направляется вам в личный кабинет, где будут указаны все кадастровые инженеры, которые извели желание заняться вашим вопросом. Максим Сергеевич, а вот такой вопрос. А как искать кадастрового инженера жителям очень отдаленных населенных пунктов Приморского края? Где-нибудь в Акзу или в Самарге, где можно найти такого вот специалиста? Там ведь тоже есть какие-то вопросы, связанные с границами земельных участков. Это что, выписывать человека буквально из Владивостока, чтобы он туда на вертолете? У нас кадастрового инженера находится, в принципе, и осуществляют свои деньги по всему Приморскому краю, в том числе, если это Тенейский район, Дальнегорск, да, ближайший, что возможно, в Дальнегорске есть кадастровые инженеры. То есть они прекрасно выполняют эти работы и на выезде. Пока проблем не было с этим? Пока проблем не было. Можно ли использовать участок не по целевому назначению? Использование земельного участка в соответствии с целевым назначением закреплено в статье 42 земельного кодекса, которое говорит о том, что собственники земельных участков, а также лица, не являющимися собственниками, обязаны использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, а также использовать его так, чтобы не наносить вред окружающей среде и, собственно, самому земельному участку. Вот. Если земельный участок используется не в соответствии с видом разрешенного использования, вот, тогда за это грозит административная ответственность, предусмотренная частью первой статьи 8.8 Кодекса. Участок при этом не отнимут? Впоследствии, да. Впоследствии могут. Да, могут. Помимо того, что будет штраф, да, то есть предусмотрен штрафы идут довольно-таки существенные, да, исчисляются от кадастровой стоимости земельного участка, если она установлена. То есть для физических лиц это может быть от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей это от 20 до 300 тысяч рублей, и для организации это от 100 до 700 тысяч рублей. Максим Сергеевич, а можете привести, ну, простые житейские примеры нецелевого использования участка? Да, ну, вот, например, земельный участок предоставлен для индивидуального жилищного строительства. Допустим. Да. Собственник земельного участка разместил там автобусный парк. Ну, то есть, соответственно, соседям это не нравится. Постоянно машины прогревают, выхлопные газы и так далее. Написали обращение. Мы провели контрольно-надзорное мероприятие, выявили нарушение обязательных требований земельного законодательства, составили протокол. В ходе рассмотрения дела собственного земельного участка был привлечен к административной ответственности. Вот, ему было выдано предписание об устранении выделенных нарушений. Ну, и при последующей проверке было выдано, что автобусный парк был ликвидирован, собственник добровольно устранил нарушение. Скажите, а это не ваша структура занимается проверкой целевого использования, допустим, дальневосточного гектара? Или это в ваши полномочия не входит? У нас мы занимаемся соблюдением обязательных требований земельного законодательства на всех категориях земельного участка. В том числе и предоставленных по 119-му федеральному закону. Весь Приморский край? Весь Приморский край, да. А морские границы? Вы сухопутная организация, вы не устанавливаете морские границы? Как вообще возможно поменять вид использования земельного участка? И возможно ли это вообще в принципе? Для того, чтобы поменять вид использования земельного участка сначала, да, ну, то есть нужно определиться точно, что вы хотите, какую деятельность вы хотите вести на этом земельном участке. Вот. У нас во всех муниципальных образованиях, да, сейчас прямо с рукой, приняты правила землепользования и застройки. Вот. И вид разрешенного использования земельного участка должен соответствовать этим правилам землепользования. Если, то есть, первым делом нужно посмотреть, да, соответствует ли желаемый вами вид этим правилам землепользования, да, то есть они, как правило, находятся на сайтах администрации, вот, там есть графическая и текстовая часть. Вы можете посмотреть, в какой зоне находится земельный участок, что подразумевает эта зона, какие виды разрешенного использования. И после этого уже, если все хорошо, собственник земельного участка может просто написать заявление через МФЦ подателем управления Росрегиста, и будут внесены соответствующие изменения. Изменения будут во что внесены? В единый государственный реестр недвижимости. Потому что именно вид разрешенного использования считается выбранным из того момента, когда будет внесен единый государственный реестр недвижимости. Прошу вас опять же привести пример какой-нибудь. Что на что меняется, какой вид, на какой меняется... Ну, опять я из нашей работы, да, я курирую направление государственного земельного надзора. Например, поступило к нам обращение гражданина о том, что его сосед, то есть собственник смешного земельного участка, построил на земельном участке, предоставленном для подведения огородчества, индивидуальный жилой дом. Так. То есть для этого вида, разрешенного вида использования, да, то есть строительство капитальных строений не предусмотрено. После проведения контрольно-зорных мероприятий, да, мы установили опять нарушения, то есть направили документы в администрацию о том, что самовольная постройка. Вот. Ну, собственник земельного участка написал заявление об изменении вида разрешенного использования. Правила земельного пользования это позволяли, и на момент повторно контрольно-зорных мероприятий, то есть нарушение было устранено, потому что вид был уже соответствовал. А какие документы нужны человеку для того, чтобы изменить вид разрешенного использования? Если это собственник земельного участка, да, и правила землепользования совпадают, вот видом, что оно использовано, то достаточно простого заявления. А если не совпадают? Если не совпадают, это уже проблематично, потому что это нужно менять правила землепользования в трудоставительном плане. Муниципальное образование там, где расположены земельного участка, это уже нужно обращаться в органы местного самоуправления. Татьяна Сергеевна, вам вопросы. Какие сейчас в вашей работе произошли изменения, о которых нужно всем гражданам знать? Что у вас за новинки, что за новшества, может быть законодательные, может какие-то процессуальные, но что у вас нового, что интересно будет знать всем? Ну, на сегодняшний день у нас законодательство не стоит на месте, постоянно принимаются новые нормативно-правовые акты, как локального характера, так и объемные, скажем так, которые на сегодняшний день регулируют в том числе различные направления. Хотелось бы отметить два основных направления, которые бы хотелось оповестить у нас на сегодняшний день. Приняты изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон 218 о государственной регистрации недвижимости, которые установлены Федеральным законом 608, он был принят 12 декабря 2023 года, вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Совсем скоро? Ну да, уже осталось совсем немножко времени. Получается, данный федеральный закон урегулировал такой вопрос, как вопрос перепланировки, переустройства помещения, также перевод помещения жилого в нежилое и наоборот. Ну, достаточно серьезный такой вопрос. Целью данного правового акта было исключение правового пробела, связанного с отсутствием, скажем так, не было закреплено в законе момента, когда считать процедуру перевода и переустройства оконченной. На сегодняшний день, вернее, вот с 1 апреля, когда вступит у нас, значит, этот федеральный закон, изменение федерального закона в силу, моментом окончания процедуры перевода жилого в помещение в нежилое, а также переустройство, будет момент внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр прав. То есть, когда в ЕГРН это уже есть, значит, тогда уже это... То есть, если у нас не было закреплено, то вот этот момент перепланировки и переустройства будет считаться оконченным. На сегодняшний день законодательно было закреплено, что подтверждением окончания данной процедуры является уведомление соответствующего органа власти, который уполномочен у нас утверждать такие работы, ну, орган местного самоуправления. Кроме того, данный закон закрепил в жилищном кодексе, а именно в статье 25-й, новое понятие перепланировки, что с собой представляет перепланировка помещения. На сегодняшний день, мне кажется, тот закон, который принят, федеральный закон 608-й, он немножко расширил, наверное, это понятие. Это уже считается изменение границ и площади помещения, в том числе изменение внутри, то есть переустройство внутри помещений без изменения площади и границ. Соответственно, все вот эти изменения, они уже поместились в определение перепланировки. Более подробно, как я уже сказала, закреплено в жилищном кодексе Российской Федерации, именно в статье 25-й. Кроме того, данный федеральный закон внес изменения, федеральный закон 218-й, как я уже сказала, государственной регистрации недвижимости, а именно в часть 15-ю были внесены соответствующие изменения и в 19-ю статью. Мне кажется, здесь облегчили жизнь нашим гражданам, скажем так, возложив обязанность на орган местного самоуправления подать заявление в орган регистрации. То есть, когда заявитель завершил процедуры по переводу помещения или переустройству, он направляет соответствующее уведомление в орган местного самоуправления, после чего орган власти принимает соответствующее либо решение о переводе, либо утверждает акт приемочной комиссии. Надо отметить, что сейчас закон также определил, что это так должен быть утвержден в течение 30 дней. После того, как эти все документы, значит, будут приняты решения, эти документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия, должен будет орган местного самоуправления направить к нам, в территориальный орган Росреестра, соответствующее заявление с приложением необходимых документов. Здесь необходимо что отметить? В случае, если это переустройство и перепланировка, либо образование новых объектов недвижимости, необходимо подготовить технический план. И, соответственно, в случае, если образовались новые объекты, оплатить и госпошлину за регистрацию нового права. Соответственно, все это уже возлагается на органы местного самоуправления. То есть в электронном виде, скажем так, заявители избавили от необходимости бежать в МФЦ и подавать соответствующие документы. Это вот основные такие критерии, скажем так, основные моменты, которые будут данным законом изменены и вступят в силу, как я уже сказала, с 1 апреля 2024 года. Также хотелось бы отметить, что еще в 2022 году в целях поддержания и стабилизации экономики у нас было принято ряд нормативно-правовых актов в целях мер поддержки в сфере земельных отношений. Там у нас регулировались такие вопросы, связанные с наделением полномочиями органов местного самоуправления, органов государственной власти на принятие дополнительных вопросов, связанных с предоставлением земельных участков без торгов. В том числе органы власти были наделены у нас полномочиями по определению сокращению процедур определенных по предоставлению земельных участков, по срокам предоставления, а также установлению льготной арендной платы. На сегодняшний день законодатель продлил эти полномочия до 2024 года, что также, я думаю, немаловажно в сфере развития каких-то мер социально-экономической поддержки. Хотелось бы здесь что добавить. Действительно, у нас земельное законодательство определяется двумя глобальными законами. Это земельный кодекс Российской Федерации и 137-й федеральный закон о введении в действие земельного кодекса. Но, учитывая обширность земельных правоотношений, создается масса подзаконных локальных актов, которые регулируют различные вопросы в данной области. Земельный кодекс содержит порядка более 40 случаев предоставления земельных участков без торгов. Все они закреплены в статье 36.9 земельного кодекса. Ну, их достаточно много, как я уже сказала, более 40. Соответственно, есть... Ну, приведу пару примеров. Это предоставление земельных участков без торгов под строительство каких-то социально-культурных объектов, какие-то масштабные инвестиционные проекты, которые утверждены в соответствии с правительством. То есть правительство утверждает категорию вот этих всех проектов. То есть больницу, детсад можно получить... Да, по этим необходимо обратиться в уполномоченный орган, который будет принимать соответствующее решение, да, который наделен полномочиями по распоряжению земельных участков. В том числе есть определенные условия предоставления таких земельных участков без торгов, которые имеют назначение у нас сельхоз. Разрешено использовать сельхоз назначения, да, которые передаются. И, ну, вот однократно предоставление земельного участка для завершения объекта незавершенного строительства собственнику, да. То есть иные случаи можно, вот их очень много, да, все они как бы не перечислишь так. Поэтому если какие-то вопросы с предоставлением земельных участков без торгов, какие-то вопросы связаны с установлением льготной арендной платы, да, необходимо обратиться с данным вопросом заявителю или заинтересованному лицу в орган уполномоченный на распоряжение земельными участками. Это орган местного самоправления, орган государственной власти, в зависимости от того, где, на какой территории находится земельный участок. Татьяна Сергеевна, вы упомянули, что действующее законодательство коснулось такой сферы, как перепланировка квартиры. Это самая такая вот, наверное, тема, которая касается большинства людей, собственно, потому что многие задумываются, как перепланировать свое жилье. Скажите, как сейчас вся эта процедура налажена? Первым делом, теперь, приморцу, который захотел в своей квартире сделать перепланировку, куда ему идти и с кем в первую очередь согласовывать эти моменты? И каким боком здесь вы? Ну, получается, управление Росреестром – это конечное звено, да, как бы во всем этом этапе. Вообще у нас порядок перепланировки помещений, он регулируется главой 4 Жилищного кодекса, да, Российской Федерации, где определено, что уполномоченный орган на принятие таких решений – это орган местного самоуправления. Ну, если брать на территории города Владивосток, это администрация, это соответствующее управление, которое занимается там вопросами жилого фонда. Управление, которое в мэрии находится. Да, да. В статье 23 определен перечень документов, которые необходимо подать уполномоченный орган. Ну, как мне представляется, изначально нужно начинать с проекта. Да, то есть надо определить, что, соответственно, будет-то переустраиваться, потому что вопрос перепланировки, он такой достаточно серьезный. Это перенос коммуникаций, да, перенос... Безопасность, технические моменты. То есть подготавливается соответствующий проект. Этот проект передается уполномоченный орган, то есть подается заявление, передаются правоустанавливающие документы. Соответственно, орган может, наверное, потребовать какие-то техническую документацию на квартиру, да, изначально, на помещение. В том числе и, если, я говорю еще раз, перепланировка, то, соответственно, проект. Какие-то иные документы, но уже уполномоченный орган будет в порядке рассмотрения, как бы, истребовать либо у заявителя, либо сам запрашивать путем взаимодействия между органами власти и принимать соответствующее решение. То есть это то, что касается перепланировки. Да, необходимо обратиться уже непосредственно в администрацию, города Владивостока, в соответствующее управление, для того, чтобы, скажем так, было принято решение либо утвердить эту перепланировку, либо отказать. А Росреестр, он финальным этапом все зарегистрирует? Зарегистрирует и внесет соответствующие изменения в сведения ИГРН. И, как я уже сказала, что в данном случае вот именно уже внесение соответствующих записей будет являться, как бы, скажем, моментом завершения данной процедуры. Максим Сергеевич, сейчас Приморское управление Росреестра чем больше всего загружено? Я так имею в виду, какая самая востребованная услуга сейчас от населения, которую предоставляет Росреестр? Государственная регистрация прав на объекты недвижимости. Квартиры, дачи, гаражи и прочее семейное участие. Все, да, что является объектом недвижимости. Максим Сергеевич, Татьяна Сергеевна, спасибо вам за беседу и успехов вам в работе. Спасибо. Это была программа «В центре внимания». Спасибо, что были с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова